Мои дорогие, сегодня мы с вами поднимаем очень емкую и глубокую тему, такую как типы привязанности. Вы наверняка уже знаете, что существуют разные типы привязанности уже во взрослой жизни. Вы видите эти сформированные ранее в детстве паттерны, так называемые, поведенческие, которые имеют свое отражение где? В межличных отношениях, прежде всего, с самыми близкими людьми, со своим мужем, на работе, с коллегами, с друзьями и так далее, везде и всюду. Этих типов привязанности в чистом виде существуют четыре. Джон Болби, английский психиатр-психоаналитик, выделил их, он писал свою научную работу, он, так сказать, и открыл их. Так вот, прежде всего, на самом деле, полагаясь на собственное детство, потому что там и тогда, в те еще далекие годы, 40-е и 50-е, считалось, что ребеночка нужно оставлять одного, его должны воспитывать какие-то няни, если он плачет, не нужно к нему подходить. Никакой любви, никакого внимания, никакой заботы. И вот эти вещи он как раз-таки опроверг, да, потому что был в многодетной семье и рос, в принципе, с нянями. Маму он свою видел крайне редко. Соответственно, и это и явилось той самой основополагающей идеей доказать всему миру, что это не так. Что когда ты ребенка бросаешь, это влечет за собой чрезвычайно большие психотравмы, собственно говоря. Конечно же, трудно психоанализ назвать наукой, и многие вещи можно, так сказать, назвать, в общем-то, притянутыми за уши и так далее, потому что непосредственно я, детский клинический психолог, и я вспоминаю всех своих преподавателей, они вообще отрицали генетику, а это не так. Я почему сейчас немножечко буду испорить с этой теорией, да, привязанности. Да, безусловно, это имеет место быть, и действительно мы все это видим. Но даже исходя из того, что чистых типов привязанности практически не бывает, человек может вести себя очень по-разному. То есть на работе он может демонстрировать один тип привязанности, а, например, дома с близкими другой тип привязанности, и это тоже очень важно. Более того, мы все увидим в том... Мы видим это как все-таки такой коктейль, мы видим смесь, мы видим, что очень много из этих типов привязанности перетекает одно в другое. Почему как бы трудно четко сказать «да, это так», да? Потому что нет этому стопроцентных доказательств. Это все всего лишь какие-то индивидуальные наблюдения. Так вот один, допустим, клинический психолог или психиатр увидит что-то свое, другой что-то свое. Я немножко позднее вернусь все-таки к генетике и к дополнительным все-таки каким-то стимулам, потому что они присутствуют, и нельзя их отрицать, да, они, безусловно, есть. Ваш ребенок может, например, напоминать вам свекровь, или вашу сестру, или вашу маму, с которой у вас плохие отношения, да? Это будет одна история. Дальше этот ребенок может родиться с определенным типом нервной деятельности. Например, у него может быть синдром гиперактивности, да, и дефицит внимания. Соответственно, это другая история, вам будет очень сложно с ним совладать. То есть там может быть такое дикое количество самых разных, абсолютно непредсказуемых вещей, что вот вам многодетная наблюдательная мама скажет, что один ребенок мне позволял себя любить, а другой нет. И вот ты хоть ты тресни, потому что они очень разные изначально. Так вот мои психоаналитики, которых я вспоминаю всех в университете, они бы сейчас это отрицали. То есть по их какой-то теории дети рождаются практически все одинаковыми, и вот они как пластилинчик, и ты можешь сам лепить все, что тебе нравится. Но это не так. Тебе попадается четко конституциональный портрет, определенная конструкция. И ты уже можешь слегка что-то отшлифовать. Я бы даже так сказала, приблизительно глядя на, ну вот, исходя из какого-то собственного такого терапевтического опыта с клиентами, могу сказать где-то, наверное, все-таки 50 на 50. То есть 50% это генетика и какие-то дополнительные факторы, да, самые разные. И 50% это все-таки социальная среда, воспитание и так далее. Вот. Но психоаналитики это будут отрицать. Ну, видимо, это как бы их хлеб, и тогда как бы какого хрена, зачем они нужны, да, если это все будем списывать на генетику. Хорошо. Давайте посмотрим. Все эти типы привязанности формируются у нас в раннем младенческом возрасте между мамой и ребенком. Прежде всего мамой, да. Мама вынашивает ребенка в животе. Мама является до года для ребенка целой вселенной. Она обеспечивает его всеми витальными потребностями. Прежде всего безопасность, тепло, да, еда, сохранность и так далее. Дальше, когда ребеночек потихонечку уже, так сказать, начинает автономно двигаться по комнатке, где-то ходить и ползать, понимает, что он уже может быть и отдельным, да, где-то после года у него формируется понимание, что вообще мама отдельно, я отдельно, я вообще могу быть там с другими людьми и так далее. Да, мама не есть вся эта вселенная, что есть еще что-то помимо моей мамы. Но все равно мать обеспечивает как бы такую платформу и пространство, да, безопасное, в которой ребенок способен совершенно безопасно познавать этот мир. То есть когда мама рядом, могут приходить самые разные незнакомые люди. Мы с вами разберем эту незнакомую ситуацию с незнакомкой. Шикарный совершенно эксперимент, да, когда мать и дитя находятся в комнате, там стоит камера, это невероятно интересно. Приходит незнакомка, да, через какое-то время мама выходит из комнаты, ребенок остается с этой незнакомкой, далее мама возвращается. И вот реакция у детей кардинальным образом разная. То есть один ребеночек, то есть в идеале, да, один ребеночек реагирует как? Конечно же, он плачет, когда мама уходит, конечно же, он расстраивается. Но когда мама возвращается, он очень быстро приходит в себя, он очень быстро успокаивается и продолжает познавать этот мир, играть в эти игрушки, да. Вот, он тот самый такой надежный тип привязанности. Давайте разберем, какие у нас типы привязанности с вами как раз и существуют. Сейчас я возьму свой блокнот, и мы с вами разберем их. Так, значит, я бы не хотела задерживаться вот на этом таком прекрасном, надежном типе привязанности, про который я и сейчас, с которого я начала, так сказать, свой спич, да, где все происходит гладко-сладко, потому что тут, собственно говоря, и цепляться-то не за что. Все очень хорошо. Мама принимает своего ребенка, она обеспечивает его всеми базовыми потребностями, она дает ему все, что нужно ему в этой жизни. Соответственно, у него формируется доверие к миру, доверие к себе, к людям, что все в порядке, что я могу быть общительным, я могу быть коммуникабельным, что нигде нет никакого подвоха, никто меня не подставит, никто меня не предаст, никто меня не подведет. Вот сейчас таких людей становится все меньше и меньше. Когда Болби делал свои исследования, их было, конечно же, значительно больше, и он говорил о том, что это процент такой емкий, да, что их там 60%, что это основное подавляющее большинство. Но сегодня уже можно, так сказать, посмотреть и увидеть другие результаты, другие цифры. Все мы стали такие тревожные, обеспокоенные, да, взволнованные, недоверчивые и так далее. Ранее, в 50-е годы, конечно же, ситуация обстояла несколько иначе. Так вот, этот надежный тип привязанности, самый первый из четырех типов привязанности, подразумевает под собой прежде всего то, что все развивается своим чередом. Все очень хорошо. Это люди с хорошим, высоким таким эмоциональным интеллектом, очень стабильные в своих отношениях, очень дружелюбные, с легкостью совершенно работают в любом коллективе, легко заводят друзей, общение. Все, в общем-то, идет складно и ладно. Умеют доверять, да, умеют любить, умеют быть любимыми. Но, опять же, повторюсь, их становится все меньше и меньше. Давайте теперь перейдем к чему? Давайте перейдем к таким интересным типам привязанности, которые такие уже все-таки сложные, проблемные, да, такие уже тревожные. Значит, второй тип привязанности у нас избегающий, отвергающий. Можно, в принципе, ну, ладно, начнем с него, да, избегающий, отвергающий тип привязанности. Это очень интересные люди. Они довольно-таки эгоистичные, себелюбивые. О себе они, в общем-то, очень хорошего довольно мнения. О других не очень, да. Они склонны не доверять, не подпускать к себе, к сердцу. Да, безусловно, они, естественно, создают свою жизнь, потому что типы привязанности еще нам не говорят о том, что это непременно сформирует какое-то расстройство личности. Нет, мы видим здесь некоторую такую, ну, не совсем адаптивную, может быть, привязанность. Но в любом случае, да, она может как-то мешать человеку, но это еще не говорит о том, что у нас тут стоит какой-то диагноз. Нет, нет, нет. Соответственно, если вот мы говорим про избегающий и отвергающий тип привязанности, это довольно-таки холодные люди. Они очень рациональные, не любят вообще как-либо кому-то быть должными, быть в какой-то зависимости, да, стараются держаться обособленно. То есть, да, безусловно, у этого человека будет жена или там, да, если это женщина, то будет муж. Конечно же, все это будет, но близости и глубины, как таковой, абсолютного, тотального, всецелого доверия не будет. Не будет. То есть, он очень будет дорожить своей свободой, своей независимостью, чтобы иметь возможность никому не быть ничем должным, поехать куда угодно, когда угодно, сделать все, что угодно. Чтобы ни в коем случае никакая жена, никакая мама не могла ему продиктовать какие-либо условия. Очень такой независимый тип привязанности, да. Вот, это так. Значит, третий у нас с вами тревожный или зациклено тревожные люди, мальчики и девочки. Кто это у нас такие? Давайте посмотрим, кто это у нас такие. Ну, из самого, так сказать, названия по типу привязанности мы можем сразу говорить о тревожности, о такой какой-то обеспокоенности, недоверчивости в том плане, что есть ощущение, что как будто бы этого человека бросит, да, он все время переживает, насколько он нужен, не нужен, любит, не любит, будут с ним, не будут, а вдруг что-то случится. Вот это какая-то базовая, базальная, генерализованная, может даже быть, порой тревога, обеспокойство, да, в общем-то, часто вызывает в человеке потребность грызть ногти, выдергивать волосы, что-то ковырять. То есть, он все время взволнован. Он все время в ощущении, что вот-вот сейчас что-то произойдет. Вот наверняка меня или бросят, или куда-то там что-то такое взорвется, что-то случится, рухнет, обанкротится и так далее. То есть, они находятся в беспокойном, бесконечно таком состоянии. Вот это у нас с вами такой зациклено-тревожный тип, да. Значит, представление о себе не очень такое хорошее. То есть, я не очень хороший, а другие вот они хорошие. То есть, есть некоторое такое видение других людей, как будто бы немножечко в розовых очках приукрашивается что-то, как будто бы человек не готов их, ну, как-то, ну, как это сказать, обесценить. Он как будто бы не готов, он как будто бы дает им шанс. Вот. Вот так вот. Они могут быть очень ревнивые, конечно же, да, в этом плане не очень как будто бы доверчивые из-за вот этого страха быть покинутым. Поэтому, соответственно, вот эта вот ревность, она может быть такая очень даже мучительная, да, которая базируется в данном случае на бесконечной такой какой-то неуверенности в себе. Дальше. Самый, на мой взгляд, интересный тип – это тревожно-избегающий тип, да. Значит, здесь образ себя и образ другого негативный. То есть, я плохой, и другие плохие. Это, в общем-то, самый травматичный тип личности. Как правило, эти детки подвергались сексуальному насилию, психологическому насилию, да, со стороны взрослых. И вот эта травма, она переносится на всю их сознательную жизнь, она транслируется уже во все. И получается такая полная парадоксальность. Человек, с одной стороны, нуждается в этой близости, он постоянно ищет, ищет ту, как бы, пристань, где ему должно быть тепло, легко, хорошо. Он ищет эту любовь, да, эту заботу, поддержку, внимание, дружбу и так далее. Но, вместе с тем, он делает все, чтобы это разрушить. То есть, получается, шаг навстречу, шаг назад, шаг навстречу, шаг назад. Потому что там в базе не просто неуверенность в себе, а я недостоин. Я на светое такое, как бы, ничтожество, что не могу иметь право на любовь. То есть, я не могу иметь право на счастливые какие-то взаимоотношения. Не может быть, как будто бы, так все хорошо. Так быть просто не может. И поэтому, чтобы не страдать, чтобы, как бы, не упасть в грязь лицом, не, как бы, не разрушиться, как будто человек пытается опередить это. Лучше вот я сейчас первый, как бы, не приду на свидание, я первый не позвоню, я первый сделаю какую-то глупость, закачу какую-то драку, скандал, истерику, включу какую-то полную неадекватность, чтобы как можно быстрее нам расстаться вообще и забыть это все. Лишь бы это ни во что другое, ни во что более серьезное не развивалось. Потому что если оно будет развиваться в нечто более серьезное, то для меня это будет уже невыносимо. Невыносимо. Пусть лучше вот сейчас на какой-то вот такой легкой быстро предыстории мы, в общем-то, свернем свои вещички и разбежимся. Все. Не надо, не дай бог. Потому что это уже совершенно невыносимо и непереносимо. Вот. Я этого не достоин. Вот. Вот это вот ощущение, что я этого не достоин. Вот таких вот отношений, да, вот такую вторую половинку, вот эту какую-то там жизнь и так далее. Так. Что еще? Соответственно, от того, что идет не просто неуверенность, да, вот такое вы уже поняли какое-то отношение к себе совершенно, абсолютно жуткое, человек вынужден как будто бы игнорировать свои чувства. Он вынужден их подавлять. Он вынужден их вытеснять. То есть он не хочет их слушать. Он не хочет им поддаться. Он не готов им отдаться. Это слишком тревожно. Это слишком опасно. Поэтому выберем что-то более такое стабильное, надежное, четкое, ясное, без лишних каких-то соплей и эмоций. Вот такая вот история. Очень интересная, на мой взгляд. Так. Да, это вот у нас такие три, да, я обозначила три главных, таких слабоадаптивных типов привязанности, которые, конечно же, создают проблемы в отношениях. То есть человек, вместо того, чтобы наслаждаться этой жизнью, сам себе, да, простраивает. То есть, понятно, не сам себе это там и тогда было прошито, так сказать, в его подкорке. Но сегодня это имеет свои такие уже негативные последствия непосредственно в межличностных отношениях. Так, что я хотела сказать. Конечно, это тема, тема ни одного часа и ни одного года, признаться. То есть мы это изучали действительно очень-очень долго. Мы наблюдали за этими детками, мы смотрели, изучали со всех сторон все эти записи, да, мы... Ну, это, правда, невероятно интересно. Ну, и опять же, вот, возвращаясь я в то, собственно говоря, с чего я и начала сегодня свою лекцию, немножечко этим я и подытожу, да, к тому, что ведь и дети приходят очень разные. Ну, вот приходят очень разные дети. Один ребенок, вот он такой сопротивляющийся. Он вот такой вот... Вот не хочет он, не хочет он твоих поцелуев, не хочет он твоих объятий. Ему это не нужно. Это хоть тресни. Ты подходишь, хочешь его обнять. И так было всегда. И так было всегда. И вот ты смотришь, и формируется, формируется, формируется определенный вот такой тип, и вырисовывается вот твой какой-то родственник. Это вот опять, да, про генетику. Вот, вырисовывается твой какой-то родственник. Поэтому говорить вот так вот просто однозначно нет. Потому что если мы возьмем каждого из людей, которого мы знаем, то все эти четыре типа привязанности, которые мы перечислили, вот так вот между собой перемешаны. За что можно недолюбливать вообще и психологию, а уж тем более психоанализ, да? Вот. За эту нечистоту, то есть за эту непрозрачность, за эту неточность какую-то всех этих экспериментов. Ты вроде бы видишь закономерность, но в цифры облечь это все у тебя не получается. Все очень получается где-то рядом, как-то так, вокруг, условно, но не точно. Вот. Но не точно. Но они это, конечно, изо всех сил за уши притягивают, за это держатся, и вот вообще готовы жизнь положить. За то, что это именно так, и никак иначе. Поэтому, вот, значит, это четыре основные типа мы с вами перечислили. Перечислили. Значит, что я хочу сказать. Соответственно, поскольку тема емкая и интересная, вполне вероятно, что мы снимем с вами и вторую, третью, пятую, двадцатую часть. Сейчас мы так голопом по Европам просто пробежались по четыре основным, по четырем основным вот этим типам, да, привязанностям. Я хочу вам сказать, что пятое, шестое, седьмое декабря я всех вас жду где? У себя на семинаре. Помните, да, о котором я уже говорила очень-очень много раз. Значит, сейчас, секунду. О котором я уже говорила, да, пятое, шестое, седьмое декабря. В 20.00 по Москве каждый день мы с вами встречаемся онлайн в закрытой группе ВКонтакте, где мы очень активно работаем. То есть целую неделю, оставшиеся дни, просто я буду прикреплять какие-то медитации, возможно, какие-то там упражнения, беседовать с вами и так далее. Но три у нас основных идет понедельник, вторник, среда, онлайн дней, да. Вот. Это 12-месячный огромный длинный психотерапевтический проект, да. Соответственно, разбитый по 12 таких вот трехдневных семинарчика. Соответственно, это все у нас такие модули. Можно их посещать как отдельно модули любые из них. Как и все вместе. То есть они работают как, в общем, как такое, ну что ли, совершенно независимое друг от друга, так и, в общем-то говоря, и в общем ансамбле. Вот. Что еще я хотела сказать. Для того, чтобы записаться на этот семинар, нужно просто написать. Мне, Вероника, хочу в проект. И я вас запишу. Стоимость семинара одного модуля 2900. Все происходит в группе, в закрытой ВКонтакте, где мы с вами. У нас уже там группа потихонечку собирается, уже идет такое дружеское общение. Там, как обычно, мы с вами. Я даю вам домашние задания. Вы смотрите фильмы, мы их разбираем. Мы с вами лепим, рисуем свечи, медитации, упражнения, теоретическая, практическая части. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Весь этот проект 12-месячный называется «Мои деньги, моя реализация, моя любимая». Вот так. Поэтому я вас с нетерпением жду. Ну, что я хочу сказать. Пожалуйста, приходите только те, кто меня очень любит. Это к вам большая просьба. Если вы как-то меня не очень любите, и у вас есть какие-то суперожидания или что-то такое, то лучше не надо приходить. Я жду только своих людей, потому что только моя группа, она и будет очень эффективной. А когда есть люди, которые приходят или повредничать, или что-то там подпотлядывать, это уже как бы мешает, это мешает процессу. Поэтому я вас приглашаю только в одном случае, если вы любите то, что я делаю. Вот. Вот так, мои любименькие. А что касается нашей теории привязанности, мы еще подойдем к этому вопросу. Немножко с другой стороны. Я расскажу более подробно, да, про эту ситуацию с незнакомкой, да, про вот эти как бы видео, про этот эксперимент, очень невероятно интересный. Мы с вами поподробнее распишем его, посмотрим, как ребеночек, да, с каким типом привязанности, как он реагирует, как мама себя ведет. Вот мы еще с этой стороны подъедем. Сегодня мы поговорили больше про взрослых людей, а в следующий раз про привязанности мы поговорим, сделаем акцент больше на детях и на детско-родительских отношениях. То есть что мать такое делает, именно мать, да, вот тот самый главный родитель в данном случае, потому что мать вынашивает, и мать, вот она взаимодействует на вот эти первые 2-3 года, взаимодействует в основном мама, да. Соответственно, вот что мама такое проделывает, интересно, и мы с вами посмотрим, какие типы воспитания формируют те или иные типы привязанности. Все, мои любимые, я вас целую, обнимаю и жду где-где-где-где. 5-6-7 декабря, это уже, кстати, совсем-совсем скоро. Посмотрите в календарь, это уже буквально через несколько дней, поэтому поторопитесь.